Когда действует жестокая судьба, самое опасное – это дергаться. Вот, допустим, тебе начальник говорит, ты уволен, а сработал. И ты думаешь, я тебе сейчас скажу в ответ на то, что говоришь. Будет лучше, если ты скажешь. Будет только хуже. Он тебя еще не только уволит, а еще и посадит потом. Да, так действует жестокая судьба. И человек должен просто понять, что когда она пришла, надо вести себя очень аккуратно. Да, конечно, надо наказать тех, кто виновен, потом. Но когда она приходит в это время, самое главное – сохранить себя. Потому что если ты себя не сохранишь, кому ты нужен? Вот, допустим, девушка, если она обижена, она красивая? Нет. Ее будут любить? Замуж выйдет? Нет. Ее бросили. Но она ее бросила, и она отработала судьбу. Но ей что надо сделать? Ей надо себя сохранить, мои хорошие. Это самое главное, понимаете? Потому что если она себя не сохранит, она все – и замуж не выйдет, и детей в ней не будет, и все будет плохо в жизни. Да зачем это надо? Зачем? Нужно себя сохранить, понимаете? Когда приходит жестокая судьба, это самое главное, мои дорогие друзья. Постарайся себя не терять, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Вот что надо делать. Этим надо заняться. Потом кто будет виноват, что у тебя какие-то серьезные проблемы начались со здоровьем? Кто будет виноват? Кто тебе скажет? Ой, простите, я, наверное, зря так сделал. Кто-то скажет? Нет. И столько судьба не оправдывается. Она приходит, наказывает, ей все равно. Нравится тебе, не нравится. Потому что поэтому и Моисей принес заповедь. Там история-то, знаете, какая была? Там 600 тысяч евреев. 600 тысяч евреев. И не все жили только на воле Бога. Мириан, сестра Моисея, где останавливались, вот они шли по пустыне. И она где останавливалась, фонтан шел толщиной в метр, чтобы напоить 600 тысяч человек. Такой фонтан нужен. Воды. В пустыне. И все люди пили. Сыпалось такой хлеб с неба. Манка такая. Промасленная. Делали лепешки, она нападала так, чтобы по колено было. Делали лепешки, ели, как наедали, все гнило. Нельзя было ничего с собой взять. Удивительное время было. И Моисей, он пытался понять, как дальше жить. И он пошел на гору. И там молился. Все ждали его. И он принес заповеди, что только Богу надо поклоняться. Деньгам поклоняться не надо. Деньгам означает золотому тельцу. И люди уже вылепили этого золотого тельца уже. И как бы, ну вылепили, вылепили. Они все золото собрали, что у них было. И вылили этого тельца золотого. Решили деньгам поклоняться. Моисей сказал им. Ну нет проблем, откажитесь от этой идеи. И часть людей отказалась, а часть нет. Все, кто не отказались, погибли. Это жестокая судьба. Он принес, он сказал, не надо поклоняться, надо Богу. Это первая заповедь. Ну так просто для примера. Что там это уже, когда он принес эти заповеди, уже сразу все это начало сбываться. Тут же. Как себя сохранить? Нужно понять, что судьба, она истощает человека. Вот допустим, почему человек ругается? Он теряет силы. Он не может терпеть. Раньше ты мог это терпеть, а сейчас уже не можешь. У тебя появляется чувствительность, раздражительность. И подходи ко мне. Я уже не могу тебя терпеть. Все, встань от меня. Для поцелуев, baby, повода нет. Вас подпревожил, baby, солнечный свет. Так что бывай, baby, так что бывай. Не приставай. Действует судьба. Беби хочет пристать, а нельзя. Девушке не нравится. Девушки, бывает у вас такое, что вы не хотите общаться с близким человеком? Ну, не хотите вы. Бывает? Да. В это время у него какая судьба здесь? Хорошая. Хорошая, да? Я понял. Я жене разок подхожу, говорю, моя дорогая, говорю, вот это правильно, что у нас в семье всегда один прав, а другой нет. Знаете, как она ответила? Правильно. И пошла. В это время у меня действовала тяжелая судьба. Надо прощать, припеть. Но бывает, приходит жестокая судьба в жизнь. Предательство, измена. Ничего не сделаешь. Пытаешься человека вернуть, говорит, вернись, он еще хуже себя ведет. Говоришь, иди отсюда, он, спасибо, я сам знаю. И еще больше уходит. Ну, то есть, ничего не сделаешь вообще. Но лучше становится, когда ты начинаешь делать что-то с собой в это время. Потому что цель жестокой судьбы, это не семья. Цель, это ты. Она хочет просто тебя наказать. Наказать означает сломать. И значит, а судьба, она, как вообще настроена? Она, что делает в конечном счете? В конечном счете, что она делает? Учит нас. Даже когда она ломает, она все равно учит. Понимаете? Вот это надо тоже понять. И это значит, что ты должен что-то делать, чтобы защищаться от нее. Иногда судьба хочет проверить нас на стойкость. Она, когда нас наказывает, сильно ломает, она не то, что нас уничтожить хочешь, и с ней ничего не сделаешь. С ней сделаешь что-то. И надо быть стойким. А чтобы быть стойким, для этого надо знать, как противостоять судьбе. И люди вообще ничего не знают об этом. Они не знают, как деньги зарабатывать, как вместе жить. А как, что с судьбой делать, не знают. Судьба действует на трех слоях. У человека три слоя есть жизни. Есть психофизическое тело. Когда на него действует жестокая судьба, что она делает с психофизическим телом? Она уменьшает в нем силы. Как это выражается? Это выражается в том, что у человека падает настроение. У него появляются три симптома. Первое, страх. Второе, отчаяние. Третье, разочарование. Один из трех симптомов. Признак влияния жестокой судьбы. Вот, допустим, вы жили-жили нормально. Страх появился у нас внутри. Значит, она будет... Это судьба. Есть психофизическое тело. Есть социальные связи у нас, ниточки. И есть духовное тело у нас. Или ощущение смысла жизни. У человека бывает, что у него есть смысл жизни, а бывает пропал. Вот у кого из вас пропал смысл жизни? Вы не знаете, зачем жить. Это побеждается молитвой. И приходом в храм. Больше никак. Только контактом с духовными людьми. Больше никак это не побеждается. Ниточки, когда разрушаются, бывают... Вот человек живет, живет. Раз. Раз. И у него нет связи с мамой. Нет связи с отцом. Он жил нормально. Раз, не можешь поговорить. Все, нет контакта. Это действие жестокой судьбы. Она разорвала связь. С мужем связь разорвалась. С ребенком бывает связь разрывается. Это самое тяжелое. Это тяжелее задача, чем с мужем. Твой ребенок, любимый, он с тобой не хочет разговаривать, видеть тебя не хочет. Страшное дело. И как ему помогать теперь? Как помочь ребенку? Маленький ребенок не хочет с тобой разговаривать. Как помочь ребенку, если ты никак на него не можешь влиять? У кого такая ситуация? Жестокая судьба. Мои хорошие, еще раз повторяю вам. Жестокая судьба, этот вопрос, что делать с человеком, не задает. Первый вопрос жестокой судьбы один. Как выдержать испытание? И если вы не хотите на этот вопрос себе отвечать, вы не сможете помочь ни ребенку, ни себе, никому. Вы должны сначала выстоять удар, вынести, понимаете, вынести удар этот. Вы узнали, что ваш ребенок не хочет с вами иметь дело. Дальше что надо делать? Ребенку помогать, себе помогать. Нужно выдержать удар. Это самое первое, что надо. Вы формулу должны понимать. И как выдержать удар, я вам буду сейчас рассказывать. Алгоритмы, что делать конкретно. Вот социальные связи порвались вот так. Холод между вами. Это побеждается с помощью добрых дел. Человек должен знать, какие добрые дела делать. Например, у тебя с ребенком испортились отношения. Заботьтесь о детях, с которыми есть отношения. Дети-подружки, дети-друзей, просто дети. Есть дети обездоленные. Иди в детский сад, в этот интернат. Помогай детям обездоленным. Если у тебя ниточка рвется с твоим ребенком, значит, тогда вкладывай отношения с детьми. И ты будешь восстанавливать эту ниточку. Сила эта побеждается вот так. Если у тебя, допустим, денег нет, бизнес пошел, ты торгуешь, допустим. Тебе надо понять, что если у тебя деньги не идут, это значит, жадность или желание денег стало сильнее, чем твое желание помогать людям. И от тебя все люди видят только жадность. И они не будут тебя ничего не покупать. Они чувствуют жадность, не будут покупать. Ты как бы раньше не чувствовали, почему сейчас чувствуют. Пришла жестокая судьба. Что делать? Надо начать заботиться о людях. Жадность свою убирать. Нужно дарить подарки, заботиться о тех, кто голоден, кормить их. И когда ты уберешь жадность настолько, чтобы ее не было видно, у тебя пойдут продажи. Это называется добрые дела. Все люди об этом знают. Вот, допустим, у вас испортились отношения в семье. Вы слишком сильно зациклены друг на друге. Постоянно ругаетесь, спорите. Не можете отвлечься друг от друга. Постоянно думаете друг о друге. Что делать? Надо приглашать в дом друзей. И заботиться о них, радоваться им, кормить их. Вот сегодня Дарью с супругой меня пригласили. Я там ел, спал у них. И купался в бане. Знаете, что я там дотворял? Я вам рассказываю. Сначала я пришел, покупался в бане. В это время они мне готовили поесть. Потом я поел. Потом поспал у них там. Какой результат у Дарьуса сейчас? С женой стали лучше отношения. Знаете, не будем говорить, какие у меня будут отношения. Просто такого поведения. Ударился, лучше отношения с женой станут. Потому что он приглашает в дом друзей и заботится о них. Вот на этот вопрос многие люди не знают ответа. Откуда у меня болезни, если у меня все анализы хорошие. Многие люди не знают ответа на этот вопрос. А ответ такой. У нас есть психическое тело, понимаете? И в этом психическом теле находится регуляция нашего организма. И в этом психическом теле действуют всего три энергии. Одна энергия называется энергия вечности, вторая энергия знания, а третья энергия счастья. Вот эти три энергии регулируют весь организм. И когда у человека энергия вечности нарушает движение в результате влияния времени, у него происходит напряжение в теле. Энергия вечности, когда она нарушается в теле, действует неправильно. У человека может напряжение в теле начаться. Может возникнуть спазм в сосудах. Может боль возникнуть в теле. Запоры. Нарушение усвоения пищи. Вот человек не знает, у него все анализы хорошие, пища не усваивается. Это на психическом уровне происходит. Врачи не могут найти болезнь. Мигрени, допустим, человек говорит. У меня ничего, все нормально, обследуют, голова болит. Что такое? Это называется... Ну, то есть, я назвал это динамическим напряжением. Или нарушение движения энергии вечности в организме. Так действует время, оно может нарушить эту энергию. И в результате в организме появляется напряжение, боль, спазмы, скованность, нарушение, нарушение всасывания пищи, запоры, скручивать суставы, вены вылазят. Энергия вечности, когда страдает, нет смысла к врачам спрашивать, почему у меня давление повышается. Анализы хорошие. Врачей спрашивать бесполезно. Нужно просто знать, как сделать так, чтобы энергия вечности нормализовалась у человека. Для этого нужно длительную ходьбу совершать. Есть пять психических слоев у человека. И когда человек идет 48 минут средним шагом, у него прочищается один психический слой. А сосуды находятся на третьем слое. Это значит, что надо идти 2 часа 40 минут. И каждый день невозможно так много ходить, человек переутомляется. Поэтому надо ходить раз в три дня, 2 часа 40 минут. И сначала будут блоки в психическом теле лечиться. И это лечение будет длиться у него, у этого мальчика, полтора месяца. А потом, потому что болезнь еще не запущена, у него недавно это началось. У него плохой период, только три месяца длится. И у него давление три месяца повышается. Он 2 часа 40 минут ходит непрерывно. Раз в три дня. И через полтора месяца у него прочечется сначала психическое тело, а потом начнут лечиться сосуды. Сосуды будут лечиться еще месяц. То есть, да моя хорошая, пусть он хоть кто. Вот сколько он бегает, если он спортсмен. Мало, вот именно. Он бегает, наверное, в ускорении. Пробежался 5 секунд, остановился. Вот тебе и спортсмен. Вот. А надо длительное движение. Надо понять, что само по себе человек говорит, а я целый день хожу. А как ты ходишь? Ну там, между прилавком и кассой. Прошел, остановился. Психическое тело отчаянется, когда человек долго идет непрерывно, не останавливается. Понимаете? Вот если он начнет ходить 2 часа 40 минут, то он сможет вылечить давление. Он может бегать, допустим. Но опять же, нужно делать это достаточно долго. У меня на сайте торценок.ру есть раздел «Материалы» называется. Прямо на первой странице сайта. Там в этом разделе есть подраздел «Расчет времени Аскез». И там есть «Бегущий человечек». Вы нажимаете на него, на «Бегущего человечка». И там графики такие. Вам надо прочищать 3 психических слоя, чтобы вылечить давление. Вводите время движения и количество километров. Он, допустим, бегает, он не знает, сколько он прочистил. Сколько километров пробежал, знает. Сколько времени прошло, знает. Вводит туда, и там ему написано «Три!» Прочистил, «Три!» Цифра «Три» выходит. Значит, все, давление будет лечиться. А если там цифра «Два» выходит, или «Один», или «Две пятых», то тогда не будет лечиться. Нужно, чтобы было «Три» и больше. И тогда через два с половиной месяца давление перестанет повышаться. Потому что нужно время на то, чтобы сначала психическое тело прочистить, а потом физическое тело прочистить. Понятно? В вашем конкретном случае. Вот этот плохой период у ребенка, у вашего мальчика, закончится через два с половиной месяца. Но это не значит, что у него не будет потом дальше повышаться давление. Что происходит? Плохой период пришел, он в организме сделал блок. И если человек этот блок не очищает, то у него дальше развивается хроническое заболевание. А если он его очищает, то до свидания, заболевание. И люди не знают, как очищать свое психическое тело. В этом проблеме, поэтому много людей болеют. Итак, жестокая судьба действует на трех слоях. Первое – психофизическое тело. Оно лечится аскезами. Второе – ниточки, связи наши социальные рушатся, лечатся добрыми делами. И третье – рушится основа жизни человека. Это его духовная сила. А это лечится с помощью духовной практики. Что такое духовная сила? Когда человек разочарован в жизни. Не хочет жить. Или страх очень сильно, страх упутал человек. В страхе находится постоянно. Не может выходить из дома, страшно. Лечится только молитвой. Или у человека сильное отчаяние внутри. Он так сильно обижен, что отчаяния внутри. Лечится только молитвой. Когда на уровне желания жить действует судьба, то только Бог может помочь. Вот человека заставить жить может только Бог. Допустим, говорят, человек не хочет жить. Что делать? Молиться. Кормить его освященной пищей. Включать духовную музыку. Только Бог может помочь, когда действует такое, ну именно на этом уровне. Когда человек несовместимый с жизнью ситуацию происходит. Человек живой. Но он не хочет жить. Он хочет покончить жить самоубийством. Или он хочет... Ничего не хочет. Есть не хочет. Спать не хочет. Только Бог может помочь. Больше никто. Сидеть психотерапевт не поможет. Да? А йога статические упражнения? Нет, невозможно. Понимаете, мы говорим сейчас о разных слоях психических. Вот допустим, взять психофизическое тело. Как определить, что на него действует судьба? Вот сейчас мы об этом будем говорить с вами очень много. Чтобы вы научились определять, куда действует судьба. Где она вас мучает. Что делать? У человека портится настроение. Вот он, допустим, нет настроения. Обижаться сильно начал человек. Это другое. На настроение портится, настроение нет. Он печальный такой уходит. Обижаться начал. Или гневаться. Или разотражительно сильно. Или чувствительность сильно повысилась. Или человек чувствует, что у него нет лень напала на него. У него нет воли. Или чувствует, что у него он не может справиться с собой. Заставить себя что-то делать. У него нет сил. Бессилие внутри. Вот все эти вещи лечатся аскезами. И природой. Аскезы, что это такое? Это действия, которые всасывают энергию природы. Вот когда энергия природы нарушает движение у нас в организме, у нас появляется страх, обидчивость, гневливость. Есть энергия воздуха или ветра. Психическая энергия ветра есть. Когда ветер дует, обычный ветер, это тоже, в этом находится также психическая энергия ветра внутри. Если человек ветер любит, значит, у него будет сильная боль, будет решимость, будет способность преодолевать трудности. А ну-ка песни нам пропусти, веселый ветер. Вот человек чувствует ветер, ему нравится ветер. И там песни как поют. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускается, поет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, то есть, это означает энергия ветра. Понимаете? Энергия ветра. И человек, когда любит движение длительное, любит ветер, он не будет никогда находиться в состоянии подавленной воли. У него будет всегда силы рано вставать, заставить себя что-то делать. Это включается энергия ветра в организме. Если, допустим, лень напал, человек не может вставать вовремя. Если все-таки встал, то надо идти. Нужно длительное движение совершать. Понятно? Страх. Страх – это признак блокировки энергии вечности человека. Первый признак – страх. Человек часто не распознает страх. Он не понимает, что это страх. Как распознать страх? Человек начинает суетиться. Он не может просто сосредоточиться на одной мысли какой-то. У него то одно, то другое, то пятое, десятое. В голове постоянно что-то метается. Он куда-то бежит. У него начинаются проблемы со временем. Все время он не успевает ничего. Вроде бы он быстро все делает, но не успевает. Или наоборот, он начал одну раз, потом другой, потом третий, не может ничего закончить. Метается. Беспокойство внутри такое, страх. Начинает думать, какую-то опасность находить. Начинает в интернет лазить. Сразу, как только страх внутри усиливается, человек сразу начинает лазить. Что там, кто кого убил? Надо будет осмотреть все. Я видел один раз видосик такой. Магазин заходит. Это чайка. Она зашла в магазин, такая, стоит, стоит раз по сторонам. И быстро такая, бежит, 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 бежит. Хватает чипсы и убегает. Вот если в ваш магазин забежала чайка, хватает чипсы и убегает. Ну, этот человек на чайном магазине в это время досик снимал. Ему понравилось, как чайка зашла, типа, схватила, у него было от этого кайф. Ему нравится чай, кормите, она сама пришла, взяла. Отлично. Но если в вашем магазине повадились чайки, ходите в магазин и брать ваши чипсы. У вас может возникнуть страх по поводу вашего магазина. Но если вы смотрите видео по поводу чужого магазина, и у вас страх, это значит, что у вас какое-то неправильное мышление. Каждый должен бояться за свой магазин. Чего вот это туда лезть, везде смотреть все, новости эти. Страх только усиливается. Люди боятся всего, начинают. Чайкой запомните? Если новости полезть сразу, эта чайка не в мой магазин пошла. Все. Ну, то есть, так действует энергия времени. Она заставляет людей бояться. И что делать? Как вы думаете, вот во всех священных писаниях написано, что надо ходить в паломничество. Во всех священных писаниях написано, что надо на службах не двигаться, стоять. И во всех священных писаниях написано, что нужно поститься. Во всех традициях духовных есть третьи практики. Неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде. Зачем это все древние люди так делали, придумывали? Зачем они это все делали? Потому что они знали, что эти три практики препятствуют влиянию на психофизическое тело плохой энергии. Какая девочка хорошая у нас. Ой, какая хорошая. Ты слушаешь лекции? Без сколько лет? 11 лет слушать лекции. А тебе сколько лет, девочка, танк? Восемь. Восемь. И ты тоже слушаешь лекции? Девять тебе уже, ой, я ошибся, прости. Тоже слушаешь лекции? Ловим. Тоже мандарин. Изучайте их. На каждого человека действует энергия времени. Три вида всего влияния. Надо распознать. Когда психофизическое тело страдает, то дальше человек не может себе уже помочь. Это как фундамент. Оно кормит все. Вот наши ниточки, допустим, связи с окружающими людьми, питаются тоже этими энергиями. Энергии, которые получает организм. Организм получил энергию, потом она тратится на отношения. Если у меня плохое настроение, не могу уже хорошо общаться с человеком. Мне нужно настроение для этого. Нет настроения, нет общения. Вот почему я в хорошем настроении к вам пришел. Значит, как я смогу вам помочь? Мне нужно хорошее настроение, чтобы вам помогло. Особенно в такое время тяжелое. Ниточки улучшаются, когда настроение – это психофизическое тело. Вот маленький ребенок, допустим, он имеет настроение, он такой... Он плохой, когда он так плачет, или хороший? Нормальный ребенок просто плачет. Почему плачет? Потому что или он не выспался, значит, надо попытаться его... Ну, ты же не знаешь, он тебе не может сказать, что он плачет. Ты его начинаешь... Он такой... Ну, значит, он спать не хочет. Так? Второй вариант – сисю дать. Сисю дала, он такой. Вот. Сисю не хочет. Дальше что? Так, посмотрел. Нормально все. Какие еще варианты? На улице. На улице. На улице следующий вариант. На улице вышли. Он такой... Захнул хорошо. Все, успокоился, не плачет. Значит, что ему нужно было? Ему нужна энергия природы была для развития, для роста. То есть, ребенку надо спать, кушать. Надо, чтобы чистота была в теле. И нужна энергия природы. Все родители знают, что если ребенок плачет, это не то, что он плохой. Ему что-то не хватает. Ну, а когда взрослый человек плачет, капризничает, жена капризничает. Капризничает. Что, она плохая? Ты что, капризничай-то плохая. Почему она плохая? Ей не хватает энергии природы. Или она не выспалась. Или не поела. Или обкакалась. Вряд ли. Девушки очень чистоплотные. Чистюли такие. Аккуратные. Скорее, наоборот, она ты, наверное, откакался. Поэтому она недовольна. Я когда ем, она жена внимательно смотрит на меня. Знает, что сейчас одежда будет запачкана. Мы не знаем об этом ничего. Про детей мы знаем. Что когда ребенок плачет, то он неплохой, он хороший, просто ему что-то не хватает. А про себя мы ничего не знаем. Допустим, жена обижается, обидчивой становится. Что, она плохая? Мы ругать ее начинаем. Ты что такая? Почему обижаешься? Или она не может терпеть тебя, допустим, терпеть не может. Отойди от меня, отойди. Не может терпеть. Что, она плохая? Нет. А почему? Не хватает энергии при работе. Но она может не выспалась, ну пусть вы поспит. Может не поела, такое может быть. Но эти в основном у нас что? Ну мы взрослые люди понимаем. Я не выспался. Пошел, поспал. Я не поел. Пошел, поел. Но такого нет, чтобы голодали. Правда ведь? Спать тоже все достаточно сплют. А что остается тогда? Энергия природы. Запомните, обидчивость, гневливость, раздражительность, это не хватает энергии воды. Когда человек ленится, суетится, не может сосредоточиться, не хватает энергии ветра или воздуха. Свежего воздуха не хватает. И когда человек печальный, плохое настроение, ему не хватает солнца. Скажут, ну алиби иначе, у нас у всех тут солнца не хватает. Но солнца можно получать через пост, например. Когда человек на воде постится, он засасывает в себе энергию солнца. А если, допустим, нет водоема рядом, человек может неподвижное положение тела делать, когда человек не двигается, долго стоит, он засасывает энергию воды и вместе с ней засасывает спокойствие. Потому что вода дает человеку спокойствие. Солнце дает человеку жизнерадостность. Когда человек постится, он собственно засасывает себя и когда он любит людей радуются людям тоже засасывает себе энергию солнца понимать вот допустим вы чувствуете что у вас плохое настроение что надо делать если вы на хмуре выйдете из дома если вам не в радость солнечный денек пусть вам улыбнется как свои знакомые вовсе не знакомый встречный паренек и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение не забудет больше не покинет больше вас то есть солнце энергии солнца можно через людей получает получать энергию солнца от кого от девчат от каких девчат красных девчат красная что значит красная красавица красная девчата что наполненная солнцем у женщин оптимизм это красота вот если девушка оптимистично она красивая а парень оптимистичный он какой жизнерадостный ла-ла-ла ла-ла ла-ла ла Красная девица значит красавица. Красный цвет означает солнце. И почему красавица? Потому что наполнено солнцем. Красная девица. А на санскрите, допустим, еще интереснее. Там слово лал означает красный, солнечный и любимый. Три сразу значения. Красная девушка, да? Красная. Солнцем наполняет. Парень наполнился солнцем. Вот девушке ему нравится, красной девушке ему нравится. Хорошо или плохо? Хорошо. И он наполнился. Что с ним происходит? У него увеличивается энергия внутри. У него появляется любовь. Жарко ему становится. От солнца жарко становится или нет? Или у вас не становится здесь? От солнца жарко становится, так? Да? Понятно? Это взаимоотношения между людьми. Сейчас выйду на улицу, гляну на Вильнюс. Детки гуляют? Нет. Машины ездят. Проблема. Люди не взаимодействуют друг с другом. Нет отношений. Поэтому обмена энергии нет. Солнца нет. Обмена энергии нет. Что делать? Паститься. Когда человек совершает пост, не ест, он пьет воду одну. То у него засасывается внутрь энергия солнца. Потому что окончательным питанием является солнечная энергия. Это самое первое, что кормит человека. И самое последнее. Почему самое первое? Потому что когда солнце падает на листья, то оно преобразуется в крылофир и так далее. Это самое первое питание, которое едят коровы. Потом это все превращается в молоко. Понимаете? То есть листья, это то, что самая первая пища, это листья. Это с солнцем связано. И если человек, у человека есть этот цикл прямой. У каждого человека. Если нет пищи, и человек жизнерадостный, означает радуется жизни. Он хочет жить. Значит, в это время он забудет, что он голодный. И у него пойдет всасываться солнце в него. Это называется солнечное питание. И когда всасывается солнце в человека, у него появляется оптимизм. Вот человек, когда не ест, у него или сдохнуть надо, или стать оптимистом. Потому что вариантов нет. Когда человек не ест, у него начинается жар в теле увеличиваться. И поэтому пост на воде, он очень мягкий. Потому что человек, когда не привык к солнечному питанию, он перегревается от поста. Ему плохо становится. Голова кружится, вялость такая. Это значит перегрев. Если человек пьет водичку хорошо, у него не будет кружиться охлаждение, двигатель идет. А когда человек привык к солнечному питанию, он может вообще без воды поститься на сухую. И тогда жар будет через него проходить. Ему жарко будет, но нормально. И он будет оптимистом. Оптимист – это человек наполненный солнечной энергией. И это солнечная энергия, куда идет в жизни хорошее настроение. Она идет в отношения. Любовь – это солнечная энергия. Она идет в удачу. Человек жизнерадостный, всем нравится, всем нужен. Он может сдать экзамен легче, чем все остальные. Он может устроиться на работу. Он может решить проблемы разные, если у него есть солнечная энергия. Но она берется от людей, от солнца. Можно напрямую от солнца брать. Знаете, люди боятся солнца. Говорят, на солнце не ходи, заболеешь. А откуда вся жизнь-то возникла на земле? Откуда она возникла? От солнца она возникла. Петухи утром кричат, что они от того, что они больные, что ли они? Только солнце чуть-чуть появляется, он… Иногда до хрипоты. Слышали? Так стараются. Что, шакрик? Почему? Что они? Психуют, что ли? Или что ночью? Что они кричат? Соловьи поют, заливаются. С утра птицы что поют? Солнце встречает. Чувствует солнышко. Чирик-чирик-чирик-чирик. Солнышко петухи. Ку-ку-ку. Солнце встречают. Лягушки. Вас потревожил бэби солнечный свет. Лягушка сидит. Солнечный луч, когда ее касается, она… Чего она квакает? Солнце касается ее. Так? Значит, все радостно на солнце реагируют, кроме людей. Почему люди не радуются? Врач сказал. На солнце вредно. Так врач, это прошифруй слово врач. Тут уврет. Не верь глазам своим, как говорится. Глаза говорят, солнце, все радуются солнцу. Как оно может быть плохим? А вот есть секрет. Когда солнце влияет на человека, то оно действует на блоки. Существуют такие блоки, токсины. Когда у человека плохое настроение есть, оно формирует блок, который скапливается в виде токсинов в организме. И когда солнце действует и доходит до этих токсинов, то эти токсины резко идут в кровь. И происходит солнечный удар. Человеку плохо становится. А если человек до себя до такого состояния не доводит и периодически солнцем очищает себя. Я вот сейчас проеду, все. И поеду в Израиль. И там буду стоять в воде и закрывать глаза, и буду смотреть на солнце. Потому что, когда солнце на тебя влияет, надо, чтобы охлаждался организм. Так человек привыкает к солнцу. А потом я буду на солнце прямо бегать. И все пять слоев психических очищать солнцем. Если в Израиле солнце не сильно большое, то примерно два с половиной часа надо на это. Чтобы полностью вся психическое тело очистило солнце. Но люди, которые не тренируются, они не выдержат. На солнце два с половиной часа плохо станет. Это значит, что ты до блока дошел и не можешь его переварить. Потому что энергии не хватает. И когда солнце наполнился, можно лекции потом читать весело, долго. А можно от людей солнце наполнился. Вот допустим, я на вас смотрю. Вы такие хорошие. Я наполняю солнцем от вас. Кроме Игоря. Потому что мне показалось, что 20 минут лекция осталась. Ладно, это шутка. Итак, жестокая судьба повлияла на психофизический слой. На тело повлияла. Что будет с вами? Сразу болезни возникнут? Нет. Вы почувствуете обидчивость, гневливость, раздражительность. Почувствуете напряжение внутри. Почувствуете, болезнь будет страдать. Вы почувствуете плохое настроение. И все эти вещи лечатся аскезами. Потом будут болезни уже. Это болезни, это уже когда блоки долго в психическом теле стоят, то тело уже начинает страдать. Чтобы эти блоки убирать, чтобы энергия пошла в организме, нужны аскезы. Когда энергия вечности плохо действует на человека, у него появляется суетливость, плохая концентрация внимания, снижается работоспособность. Не могу работать. Человек не может вовремя встать с постели, не может вовремя лечь спать. У него нет сил. Значит, нужно длительное движение. Идите и побеждайте судьбу. В это время плохая судьба влияет. А вы берете и побеждаете. Чего вы поддаетесь? Когда у человека... Но если человек ходить не может, скажет Олег Геннадьевич, тогда ветер на свежий воздух у человека выносить. И пускай на него ветерок дует, энергия вечности будет у него усилиться от просто свежего воздуха. Будет сидеть и напитываться. Дедушка, допустим, старенький, не может ходить. Он может ветер получать, и у него будет все налаживаться в организме от свежего воздуха. Хорошо не можете вывести на улицу простыни. Тогда открывайте окно, пускай свежий воздух заходит. Но это уже крайний случай. Эрлогический врач спрашивает. У меня тяжело больной. Он спрашивает. А человек на улицу хочет? И ответ нет. Он хочет дома находиться. Эрлогический врач говорит. Я его лечить не буду. Почему? Потому что, когда человек не хочет двигаться, значит, он не хочет жить. А если человек не хочет жить, вылечить его невозможно. Понятно? Поэтому вытаскивайте себя на улицу, мои хорошие. Чего дома-то сидеть? Вытаскивайте себя. Выставляйте. Иначе жизнь будет прекращаться в теле. Потом, жизнь не все меньше и меньше. Потом, что? Панов, судороги, смерть. Если раздражительность пошла, обидчивость, гневливость, неприятно, люди тебя раздражают, не можешь ни с кем общаться. У тебя чувство, что тебе надо быть одной. Мешают все. Раздражают. Мужчины гневаются. А-а-а. Отойди от меня. Вот. Это значит, что не хватает энергии воды в организме. Нужно залезть в ванну. Сидеть в воде. Будет сразу спокойно. Или стоять. Неподвижное положение тела, культивировать. Тоже будет легче жить. А если ты чувствуешь, настроение падает, попастись. Или, ну все знают, сходи в театр, чтобы с людьми, с хорошими общаться. Обмен энергии с людьми. Сходи в храм, чтобы от людей получить счастье. Но если у тебя хроническое уже плохое настроение, трампки не поможет, тебе не помогут люди вокруг. Тогда пост поможет. Пост. Это такое насильное вкачивание в себя энергии солнца. И человек повышается настроение. Он чувствует, что депрессия проходит. Как депрессию лечить? Постом. Как истерию лечить? Неподвижным положением тела. Как шизофрению лечить? В длительном движении. Да? Бессонница это напряжение. Это напряжение. А напряжение может быть сразу от двух вещей. Это и энергия знания, и энергия вечности. Это значит, что надо и неподвижное положение тела делать, и длительное движение делать. Еще в теплой воде лежать. Потому что одновременно, когда веяние энергетики блокируется, то вода, она убирает статическое напряжение, или энергия знания страдает. Убирает вода. А теплая вода динамическое напряжение убирает. А вместе вода и теплая, получается теплая вода. Сразу две энергии лечатся. И делать это надо вечером. Если лежишь в теплой воде, не горячей, вода должна быть теплой. Вот это очень трудно в теплой лежать. Хочется в горячей или в холодной. А в теплой трудно. Если ты лежишь, теплая вода это сколько? 28. Нет, 28 это прохладная. Это самая минимальная прохладная вода. А вот 33, 34, 35, это теплая вода. И вот эта теплая вода, если вам в ней лежать вечером по 35 минут, то вы будете спать. Понятно? Потому что вы энергетически доходите до третьего слоя, где блок, за 35 минут. Можно не каждый день, через день. Эта бессонница сильно связана с фазами Луны. Каждый человек. Поэтому, допустим, дня три назад вам было легче засыпать. А вчера тяжелее. Сегодня еще будет тяжелее. Потому что сегодня у вас наваливается фаза Луны неправильная на вас. Завтра еще тяжелее. Потом будет опять легче. Поэтому сегодня надо полежать, поскольку вы домой не пришли, полежать в теплой ванне в 35 минут. И сразу раз, и сцены. И получше будет. Может быть, не полностью заснете, но достаточно сильный. Хорошо. То есть, вы запомнили, жестокая судьба, что она делает? Она человека ломает. Если на психофизический слой действует, что ломается? Здоровье ломается. И что надо делать? Длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. И вы любую болезнь вылечите. А как это делать? Я вам рассказывал, да, в прошлый приезд подробно. Рассказывал? Или не так, серьезно? Рассказывал? Или еще раз рассказать? Рассказать. Рассказать на следующей лекции поговорим подробно. Также, жестокая судьба может по ниточкам рвануть ниточки. Что надо делать? Люди обычно сразу раз и начинают думать о себе. А в это время что надо думать? Думать о других. Заботиться о других. Оторваться от себя. И восстанавливать связи. Ниточки с людьми надо. Если с мужем разорвала ниточка, нужно не замыкаться на себе, а с другими людьми общаться, дружить. Стараться ближе быть другим людям. Вот, допустим, одна осталась, муж бросил. Не надо оставаться одна. Надо с подружками, надо с мамой, с папой. То есть нужно остальные ниточки беречь, тогда это тоже начнет восстанавливаться. Понятно? И если у человека разочарование в жизни, есть три состояния психических, которые приводят человека к деградации. Пьянство. Это энергия знания страдает. Человек из-за отчаяния пьет, из-за обиды сильной, из-за гнева пьет. Запивает вот это все. И пьянство побеждается бассейном, плаванием и неподвижным положением тела. Можно пьянство вылечить. Курение. Это страдает динамическое напряжение. Это энергия вечности страдает. Человек курит, потому что он не может сосредоточиться на работе. Он не может себя заставить. Он чувствует суету, напряжение внутри. Покурил, легче стало. Как лечиться? Длительным движением. И наркотики лечатся постом. Или солнцем. Когда человек на солнце находится, он лечит наркоманию. Потому что это связано с энергией счастья. Энергия знания дает, если нарушается, дает обидчивость. Энергия вечности нарушается, дает человеку слабую волю. А энергия счастья, когда нарушается, у человека появляется депрессия и склонность употреблять наркотики. Лечится постом, солнцем еще это лечится. Какие вопросы по сегодняшней лекции? Поняли, что бывает жестокая судьба. Она рубит человека. В это время надо сохранить себя. Не пытаться восстановить семью. Не пытаться там все наладить. Это бесполезно. Жестокая судьба, ничего не наладишь. А вот себя надо сохранить. А если себя не сохранишь, то все, тогда как ты будешь жить? Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Девушка обиделась, одна осталась, никто ее не любит, заболела еще потом. Все, посыпалось жизнь. А если себя сохранил человек, а как себя сохранять? Аскезы, добрые дела и молитва. Три силы, которые человека сохраняют, вытаскивают из влияния жестокой судьбы. Аскезы не делаешь, не выживешь. Потому что у тебя не будет сил. Добрые дела не делаешь, не восстановишь свою жизнь. Потому что добрые дела дают возможность замуж выйти, устроиться на работу. Дают возможность восстановить отношения с детьми, с родителями, с мужем. Ну то есть социальные связи восстанавливают добрые дела. Надо знать, как это происходит. Конкретно, что мне надо делать, чтобы у меня, я замуж выйти. Надо заботиться о людях. Чтобы на работу устроиться. Надо всем помогать. Стараться, ну, всем помогать. Надо что-то сделать кому-то, делай. Хочешь замуж выйти, люби людей, делай так, чтобы приятно с тобой было. Выйдешь замуж. А если ты хочешь на работу устроиться, всем помогай. Приятно здесь не поможет. Помогай. Сделай то, сделай все для человека. А вот это и есть аскезы. Длительное движение, неподвижное положение тела и пост на воде. Это аскезы. Они наполняют человека пищей, природы. Есть два вида пищи. Есть пища вот эта вот, ням-ням. Она дает химические вещества и чуть-чуть психической энергии. А есть пища, которой мы всасываем себя в результате аскез. Это энергия природы. Она тоже пища, она нужна психическому телу для жизни. Мы не знаем ничего об этом. И если у нас эта энергия кончается, то человек начинает больным становиться. Если эта энергия дальше кончается, у него разрушаются связи с близкими людьми. Копится обида. Копится плохое настроение. Это нехватка энергии природы. И ее надо наполнять в этом случае. Когда человек не хватает энергии природы, что он делает? Он ест. Потому что в этих продуктах тоже содержится энергия природы. Вот в мандаринке содержится 60% энергии химии, 65% и 35% энергии природы. Но у людей в основном какой энергии не хватает? Что нам продуктов питания не хватает, что ли? У нас у всех лишний вес. Почему лишний вес? Потому что мы пытаемся восполнить психическую энергию с помощью продуктов питания. Человек, допустим, к вечеру, он устал на работе, а он не знает, что надо дальше прогуляться просто. Или неподвижно положить тело, или в ванну лечь. Или, допустим, желать всем счастья. Но то есть он не знает, что делать. Понимаете? И в результате он берет этот самый простой способ психическую энергию, энергию природы, брать из продуктов питания. И так как там 65% химии и 35% энергии природы, то он ест в два раза больше, чтобы получить свою энергию природы. Переедает. И поэтому лишний вес возникает. Лишний вес – это старость. Это болезнь. А что делать, если нет инфаркта? Ну, это уже серьезная вещь. Инфаркт – это уже, значит, у сердца. Это простыми советами уже не вылечишь. То есть нужно серьезно работать с человеком. Спасибо. Не знаю, что делать. У вас инфаркт? Нет, это надо. Вам надо взять семена овса и семена льна. Я говорю индивидуально, но это часто так бывает. Взять три части семена овса, взять ложку столовой. И в столовой ложке три четвертых семена овса и одна четвертая семена льна. Все это вместе смешать. И привязать на левую руку, вот здесь браслетик сделать, и на левую ногу. И завтра мне на лекции показать. Если на вас хорошо будет действовать, у вас сердце сразу успокоится легче станет. И носить надо это как минимум 12 часов в сутки. А если хорошо будет, даже 24. Через 24 вы все эти семена можете в пищу использовать потом, а новые, свежие возьмете и оденете. Это самый минимум, что надо делать. Надо подвержать сердце энергетически. А потом дальше. Нужно начать вот эти аскезы, которые я говорю, делать очень аккуратно, потихоньку. Надо в воде начать лежать, 28 градусов, постепенно увеличивая время, до 70 минут доводить. Раз в 3-4 дня, по 70 минут лежать, полностью будет очищаться организм. Потом начинать длительное движение. И постепенно доводить до 4 часов ходьбы раз в 6 дней. Но понемножку ходить каждый день. И пост делать на воде. Вам надо поститься, чтобы сердце вылечить, надо поститься 36 часов научиться. Сердцем связана среда, день недели. Даже, нет, на воде, только на воде. Лучше даже не среда, а тормит. Раз в неделю можно 24 часа поститься, а 36 часов раз в 2 недели. Вы начинайте с повязок и покажете мне, чтобы я убедился, что на сердце действует хорошо. Вы сами убедитесь, если будете носить. Вот надо вот здесь, где часы, на руке носить, на левой руке. И на ноге, спереди, где носки. Если будет хорошо, то сердцу сразу легче станет. Овес и лен вместе в определенных пропорциях улучшают работу сердца, поджелудочной железы и почек. И можно вот когда спазмы там в этих органах, можно вылечить эти... Допустим, у человека вот резкая боль, вот здесь по дребели пошла, ему плохо стало. И он, это может быть инфаркт поджелудочной железы. Если человеку поставить 3 четвертых овса и 1 четвертая льна, поставить такие повязки по столовой ложке, можно спасти поджелудочную железу. У меня так было уже. У человека боли начались, через полчаса прошли и все. А боли от чего бывает? От того, что сладкого обожрался. Это будьте осторожны. Сердце страдает от обиды. От отчаяния, обиды. Каждый орган питается какой-то энергией. Печень питается энергией воли. Длительное движение человек совершает, печень становится крепкой. Если человек в неподвижном положении тела совершает, и в воде находится, в сердце тогда крепким становится. От поставок укрепляются легкие. Легкие связаны с энергией счастья. Если человек простится, у него легкие, крепкие. С легкими связаны. В понедельник. Спасибо вам большое. Желаю вам всем мира, любви, процветания, здоровья, счастья и всего самого светлого в вашей жизни.